В нашем обществе еще жив стереотип о том, что человек с ограниченными возможностями не может и не желает трудиться, что он живет на попечении близких родственников и государства. Однако среди инвалидов есть те, кто хотел бы найти работу и стать независимым. В силу ограниченности возможностей такие люди испытывают определенные трудности в поиске работы и нуждаются в поддержке государства. Президент Владимир Путин в одном из выступлений подчеркнул, представители власти на всех уровнях должны видеть за цифрами программ и планов проблемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке. В Алтайском крае проживает около 53 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них обеспечены занятостью чуть более 13 тысяч человек. Правительство страны ставит задачу повысить занятость инвалидов до 50% к 2020 году. А значит в крае нужно трудоустроить еще 13,5 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня достаточно много средств выделяется и из федерального центра по программе доступной среды. Я хотел бы сразу отметить, что порядком 640 миллионов по этой программе край последние годы получил. И у нас сегодня в крае определены уже стандарты ввода тех объектов, которые вновь вводятся в данный период времени. По словам Михаила Дайбова, на сегодняшний день работа с инвалидами полностью переформатирована. Осуществлен переход от заявительного характера к инициативному. То есть сейчас специалисты службы занятости сами обращаются к инвалидам и предлагают помощь в трудоустройстве. В 2017 году краевое правительство заключило соглашение с администрациями городов и районов региона. Каждому муниципалитету были установлены целевые индикаторы по занятости инвалидов. Это легло в основу дорожных карт. Каждая дорожная карта – это не просто перечень мер, но и список конкретных организаций и рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Благодаря дорожным картам в прошлом году работу смогли найти 2200 инвалидов. Один из таких примеров – судьба Инги Боровлевой из города Олейска. Несмотря на инвалидность, она без проблем нашла работу на том предприятии, где начинала трудовой путь. Проверяет качество молочных продуктов на Олейском масло-сыркомбинате. Я не ощущаю, что у меня группа здесь. Легкая работа для меня легко. Исправляюсь. У нас 10 человек работает. Работаем по сменам. Как говорят специалисты, свои сложности создает территориальный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Более половины инвалидов трудоспособного возраста живут на селе. Основная часть вакансий сосредоточена в городах края. Тем не менее, например, в Олейске администрация города проводила работу по поиску вакансий для инвалидов по нескольким направлениям. И путем взаимодействия с работодателями в ходе заседаний межведомственной комиссии. И во время индивидуальных встреч. И на специально организованных мероприятиях. Особое внимание было уделено работе с предприятиями, которым установлена квота по трудоустройству людей с ограничениями. Есть у нас социально ответственные предприятия. Например, «Алезерно-продукт», которые как бы вышли сами с предложением по этому вопросу. Некоторым, правильно вы говорите, что было не совсем интересно, но мы работали индивидуально, предлагали, обсуждали эту тему. И работодатели услышали наше предложение, как бы услышали суть проблемы и пошли навстречу. В Олейске опыт по трудоустройству инвалидов оказался успешным. На сегодняшний день на 19 Олейских предприятиях 32 инвалида остались работать постоянно. Одна из задач, которую удалось решить краевой власти – заинтересовать работодателей. Так, социально ответственному бизнесу, принимающему на работу инвалидов, возмещаются затраты на оборудование рабочих мест. За семь последних лет из краевого бюджета на это было потрачено более 67 миллионов рублей и создано более 1 тысячи рабочих мест. Кроме этого, помощь социально ответственным работодателям осуществляется в рамках региональной программы содействия занятости населения по организации общественных и временных работ, профессиональному обучению граждан. Ежегодно на это выделяется около 2 миллионов бюджетных средств. Будем дальше работать, чтобы и инвалиды были трудоустроены, и общественные организации себя правильно чувствовали. И если у них есть проблемы, они бы эти проблемы своевременно выносили на реальные площадки решения. Они накапливали и потом не выплескивали. В наступившем году правительством края установлены новые меры поддержки работодателей. Они включают и возмещение затрат на оборудование рабочих мест, и создание инфраструктуры, обеспечивающие доступность рабочего места для инвалида, а также оплату труда инвалидов и организацию наставничества. На краевом уровне создан банк работодателей, рабочие места которых доступны для людей с ограничениями. Это 2300 организаций и компаний. Для оказания конкретной адресной помощи инвалидам, например, для составления маршрута движения к месту работы и обратно, адаптации на рабочем месте, службы, занятости все более активно сотрудничают с некоммерческими общественными организациями. Кроме того, не следует забывать, что в крае предприятиям с численностью более 100 человек установлен размер квоты приема на работу инвалидов 4% от общего числа работников. Действие этого закона распространяется на 720 краевых предприятий. Основные отрасли, в котором создано наибольшее количество квотируемых рабочих мест, обрабатывающие производство, энергетика, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. В Минтруда и Социальной защиты края вышли с конкретным предложением установить размер квоты для работодателей с численностью работников не от 100, а от 35 человек, но сделать ее 3%. В министерстве посчитали, что это позволит увеличить количество квотируемых рабочих мест с 5 до почти 9 тысяч. А это поможет дополнительно трудоустроить еще 2,5 тысячи инвалидов. В правительстве Алтайского края понимают, что инвалидность – это проблема не одного человека, а всего общества в целом. Владимир Токмаков, Дмитрий Козерлыга. Специально для Катунь-24.